Приветствую вас. Мои мысли по поводу вашей ситуации будут следующими. Во-первых, хочется сказать, что есть у меня такое подавление на страх у вас отношений с мужчинами вообще. Приветствую вас. Есть у меня такое ощущение, что вы боитесь с мужчинами как-то сближаться и строить отношения. Ну, не знаю, может быть у вас раньше был какой-то негативный опыт этих самых отношений. Может быть, ситуация складывалась как-то иначе, то есть может быть вы, ну, например, с мужчинами встречались, 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 а потом вам вот как-то кто-то вас обидел, кто-то что-то сделал негативное, и вы теперь вот как-то остановитесь с мужчинами встречаться, ну и так далее. Безусловно, я этого не знаю, потому что это нужно выяснять, но мне почему-то кажется, что вот ситуация вполне в себе может быть вот такой, и очень-очень на это в любом случае похоже, очень в любом случае на это похоже, очень похоже на то, что вы просто боитесь отношений, вот. Потому что и знакомый вас знакомит с каким-то мужчиной непонятным в интернете, почему он вас знакомит, зачем он вас знакомит. Понимаете ли вы, что подобные знакомства, подобные сватовства редко вообще приводят к чему-то хорошему, ну просто потому что люди теряют свою свободу, свою стандартность в отношениях, и как будто бы подчиняются, ну, другим людям, и ожидания, соответственно, уже такие, ну, в большей степени завышенные от людей, ну, например, у вас были завышенные ожидания от мужчины, да? Но, когда вы с ним познакомились, этих ожиданий на самом-то деле не было бы, если, если бы, если бы вы познакомились сами, понимаете? Кроме того, не очень, значит, понятно, как именно вы познакомились. То есть, кто кого, кто кому написал, кто кого добавил, вот это вот все не очень понятно, на мой взгляд. И, соответственно, этот момент тоже необходимо, как следует, значит, разобрать. Потому что, если, например, добавил раз мужчина, допустим, то есть вероятность с того, что он был с вашим знакомым, и, собственно говоря, этот там знакомый, там, с ним как-то вот договорился, что тот вас позовет. И, может быть, мужчине было неудобно знакомому отказывать, может быть, мужчина просто, ну, не был готов отказывать, вот, вашему знакомому. Ну, то есть, по факту, это вот такие малопонятные истории, да, где, кто, почему, зачем, как, по какой причине и так далее. То есть, все вот эти вот вещи, они здесь абсолютно ускользяют от понимания, и мне, мне, в общем-то, кажется, мне кажется, что это и есть такое вот несколько безответственное отношение именно к вам, к самой себе, к самой себе. Дальше, значит, смотрите, вы пишите, значит, этот друг позвал меня встретиться, договорились, но без подробности он сказал, что в день встречи утром договорился подробно. Смотрите, мужчина, мужчина сказал вам, что, в принципе, хотел бы с вами, ну, там, да, встретиться, вот. Но он специально не назначал конкретной точной датой, потому что не знал, что будет в этот день. Именно поэтому он и говорил, сказал вам, что мы договоримся с тобой утром подробно. Правильная ли эта позиция? Да, позиция, это правильно. Ну, потому что, да, потому что, как-никак, мужчина, видимо, что-то чувствовал, мужчина, видимо, что-то, ну, допускал. Мужчина допускал, что, возможно, у него не получится с вами пересечься. Мужчина это допускал, потому что у него, вероятно, были какие-то планы еще до того, как он с вами познакомился. Ведь это знакомство, оно же было, ну, скорее всего, спонтанным. То есть, мужчина не знал, что он с вами познакомился. А если мужчина не знал, что он познакомился, значит, знакомство было спонтанным. А если знакомство было спонтанным, то это значит, что те планы у мужчины, которые были до этого, нужно было либо менять, либо кто-то еще. И, конечно же, ради вас, ради знакомой, новой знакомой, с которой, может быть, еще ничего не получится, свои планы менять мужчина не захотел. Что, в принципе, является, ну, достаточно нормальной реакцией. Это, наверное, нормальное поведение, что мужчина не захотел менять свои планы. Что, например, если он собирался гулять, собирался выпивать, то это нормально, что он от этих идей не отказался. Вот. То есть человек поступил, в общем-то, максимально везливо и максимально уважительно по отношению к вам. Он, наверное, ничего обещать не стал. Другое дело, если вы считаете, что все должно было быть по-другому. Другое дело, если вы считаете, что мужчина должен был вам сказать, ну, например, должен был вам сказать, или должен был обязательно пойти с вами на встречу, или должен был обязательно быть с вами, или не должен был пить, или что-то еще. Это уже совсем другой вопрос. И если у вас такие были ожидания, то тогда да. Ситуация, к сожалению, такова в том, что требования к мужчине у вас в таком случае завышены, конечно же. Но опять же, опять же, нужно понимать, что вредите этим себе лишь только вы. То есть мужчина, мужчина сам себе не навредил этим никак, потому что вы для него еще пока никто. Вопрос только в том, понимаете ли вы это или нет. То есть понимаете ли вы вот этот момент, что это нормально, что-то произошло. Дальше. Вы пишите, что... Значит, так. Вот, наступило утром, пишет, что переносит стрижу, потому что вчера пил, и у него болит голова. Ну, опять же, смотрите. Потому что тебе это нормально. Потому что, я опять же, не знаю, когда вы договаривались. Значит, ну, с мужчиной встретиться, да, то есть, когда именно у вас был договор. Если вы, например, там, допустим, ну, договорились вечером, то он, скорее всего, уже, как-то вот, ну, уже выпивал. Ну, уже, наверное, началось что-то. То есть тут, как бы, нужно вот понять вот этот момент именно. Нужно понять на самом деле. Ну, на мой взгляд. Вот. И, соответственно, уже исходить нужно именно из этого. То есть, если человек договаривался с вами вечером, то, скорее всего, значит, у него уже были какие-то планы, у него уже были какие-то действия, которые он не смог отменить. То есть, это нормально. Если это произошло один раз, вот, один раз, это нормально. В этом нет ничего страшного, в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего взятного, в этом нет ничего ненормального и так далее. Другое дело, что вы пишете, что от мужчины, значит, нет, уже, значит, вестей больше двух дней. Да, так вы написали. Значит, с тех пор, до два дня, ни разу не написал. Вот это доказательный момент куда более важный и куда более серьезный. Вполне вероятно, что здесь речь идет о том, что, может быть, мужчине стыдно за то, что он выставил себя вот так вот. Да, может быть, мужчине было неприятно, что он вот так вот себя повел. Ну, да, так получилось, что он вот, собственно, ну, был вынужден сказать, да, что он пьян, да, и, собственно, это никак его не красило. Ну, по отношению к вам, то есть не нужно быть, не нужно быть психологом, чтобы понять, что, ну, мужчина выставил себя в далеко не самом, в общем, лучшем свете. Вот, в этом аспекте, в этом ключе, в ключе. Вот, поэтому я думаю, что ситуацию можно описать именно так, что человек не бесстал, ну, просто потому что ему стыдно, просто потому что ему некомфортно. Вот, просто ему некомфортно, на мой взгляд. Ну, вот так, по крайней мере, мне представляется эта ситуация. Вот. Значит, давайте дальше, давайте дальше, давайте дальше, давайте дальше, ну, что, смотреть. Что вы пишете, да? Дальше вы пишете, я не знаю, как реагировать на это, а никак не реагировать. Если мужчина принес встречу, то, наверное, вам сказал, когда вы встретите снова. Если мужчина вам ничего не сказал, если вы не договорились о новых сроках, вот, то, соответственно, если вы не договаривались о новых сроках, то мужчине мужчина либо не знает, либо ему так сильно нужно быть с вами. В кавычках. Это означает, что он не так сильно вас заинтересован. Что, в общем, и развязывает нам руки в плане того, что реагировать вам ненудно вообще никак на эту ситуацию в целом. Знаете, то есть, если вы его сейчас донесете в черный плюсик, это будет означать, что вы обиделись, это будет означать, что вы ожидали чего-то большего. Это будет явно несразмерная реакция на его поведение. Несразмерная, потому что ведь ничего страшного не случилось. Несразмерная, потому что вы как бы не связаны друг с другом. Да, вот, ну, с какими-то обязательствами, да, с какими-то отношениями, вы вообще друг друга по сути дела не знаете. Поэтому в черный список здесь кидать, я бы не сказал, что есть за что. То есть, я бы не сказал, что есть за что кидать человека в черный список. Да, человек может быть алкоголиком, как вы говорите, да, человек может быть, действительно, там, может вести распутный образ жизни и прочее, 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 это так. Но вы об этом ничего не знаете, потому что самого человека вы не знаете тоже. И в общем и целом, в общем и целом, здесь мужчина поступил на грани, но в своем праве. Далее, может, я и не права, может, у меня слишком завышенные требования к мужчине, на мой взгляд, человек поступил не очень красиво по отношению ко мне. Ну, смотрите, значит, правы вы или нет, это на самом деле немножечко вы не по адресу обратили, потому что, брат, человек или не брат, решает, пожалуй, только суд. То есть, вы говорите о своей правоте в контексте отношений, признак явно не очень хороший для вас. Потому что в отношении правок и неправых не бывает. У каждого есть своя правда, и все, что нужно, это сделать так, чтобы вам было комфортно, да, чтобы вам было хорошо, чтобы вы обладали адекватными личными границами, дабы не навредить, собственно говоря, самой себе. Поэтому о правоте мы все же здесь говорить, я надеюсь, не будем. Что касается ваших завышенных требований к мужчинам, то здесь ситуация, конечно, весна и весна, на мой взгляд, интересна. Завышенные требования к мужчинам, ну, лично я завышенных требований к мужчинам не увидел. По крайней мере, вот, исходя из того, что вы написали. То есть, может быть, может быть, где-то они, эти завышенные требования, и есть, может быть, где-то они и есть, эти завышенные требования, но я их не увидел. То есть, тогда вы речь идет просто о проектировании. О проектировании на мужчину того, что вы, скорее всего, ну, сами думаете о себе. То есть, вы говорите о таких вещах, как, значит, некрасивое отношение к себе, неуважительное отношение к себе и так далее. Это проекция. Это проекция. Что стоит за тем, что вы именно так восприняли поведение мужчинам? Что стоит за тем, что вам гадят, что это некрасивое поведение по отношению к вам, хотя оно вам никак не навредило? Ну, если у вас какие-то ожидания были, да, это уже, как бы, не проблема мужчины. Понимаете? Вот именно на это нужно обратить внимание. Именно на то, что стоит за тем, что вы подумали, так, какие стоят аспекты? Вот, вероятно, вы обладаете заниженной самооценкой, или, вероятно, вы сами склонны поступать по отношению к людям как-то вот так вот, что вы увидели в его поведении именно это. А может быть, вы боитесь чего-то. Боитесь, например, что вас оттолкнуть, боитесь, что вас бросит, боитесь оттолкаться. Да, и поэтому так болезненно воспринимаете то, что мужчина, в общем-то, поступил, ну, может быть, и не самым гуманным, не самым культурным способом. Но, тем не менее, вполне в рамках, особенно для людей, которые практически друг друга не знают. Понимаете, какая история? То есть, вы как бы на мужчину перекладываете ответственность за свои негативные эмоции, за свою негативную реакцию. Но ведь реакция ваша, и чувства ваши, и у ваших чувств причина только ваша, психическая активность, ваш опыт и ваши представления. А так же желание? И если подумать, если подумать, то что-то вы испытываете, что-то вы чувствуете, можно назвать чем? Ну, наверное, это можно назвать агрессией. Наверное. Агрессия – это своего рода защита. Да? То есть, это своего рода защита, защитная реакция. Давайте подумаем. Если это действительно защитная реакция, то защитная реакция – это от кого? Ну, или от чего эта защитная реакция? Что вы видите для себя опасность? Вот конкретно вы. Понимаете, какая история? Нужно, чтобы вы постарались вот этот момент для себя разнообразить, чтобы вы постарались увидеть этот момент. Это важно. Что вы видите опасного для себя в этой ситуации? И если вы увидите, что представляет опасность и подкорректируете свое поведение, дабы опасность нивелировать, то вся эта ситуация моментально потеряет отношение. И знакомств в интернете очень малое количество доходит до каких-то реальных встреч и так далее. Ну, просто потому, что такая природа интернет-знакомств. Другое дело, почему вы знакомитесь в интернете, а не в реальной жизни? Почему вы знакомитесь не сами, а через кого-то? Или, может быть, это просто случайность? Но если случайность, то откуда такая реакция, если это случайность? И если вы, ну, например, ничего не ожидали от этого знакомства, если вы не воспринимали мужчину всерьез, а вот то, что вы пишете, говорит он обратно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.